Потому что когда человек в таком состоянии находится, он уже никому не нужен особо. Иногда человек расстается, потому что он не понимает, как правильно строить отношения. Это не связано со стрессом, но люди бывают очень эмоциональные и они расстаются, потому что не могут быть вместе. Это уже не стресс. Стресс означает, у тебя ломается жизнь. А если человек просто печалится, тоскует, не факт, что это стресс, это просто невозможность быть вместе, ты любишь, но не можешь быть вместе, печалишься, страдаешь. Это не стресс, это скорее эмоциональное состояние, которое ты испытываешь при расставании. И при этом ты хочешь помочь человеку. Стресс когда ломается все в психике, а если ты расстался и продолжаешь любить, то может быть это будет для тебя как романтика такая. Это эмоции просто, эмоциональное состояние. Стресс это когда ломается жизненная нита у человека, он не знает, что ему делать. Это сложное психическое состояние, в котором прежде всего разрушается здоровье человека. Стресс очень сильно влияет на здоровье. Разрушается возможность работать. У человека пропадает работоспособность сильно. Он становится обескураженным, ему очень трудно понять, как дальше жить, что делать. У него теряется сила воспринимать мир глубоко. То есть у него пропадает возможность видеть природу. Солнце померкло, как Муслим Магомай поет. Ну то есть нет, солнце встречаю, его не любя. Мир ни к чему мне, где нет тебя. Это стресс, вот этот стресс. Когда наступает, то у человека пропадает чувство вкуса. Может пропасть. Он кушает и нет вкуса пищи. Он не может любить других людей. Не может любить природу. И постепенно стресс переходит в депрессию. Депрессия это уже такая тульминационная стадия стресса. И вот депрессия, она как раз может длиться очень долго. Потому что депрессия означает истощение психическое. Вот. И, ну, человек... Хорошее, может быть, лучше не нужно, потому что вы отвлекаете от лекций людей. Не надо. Пускай все погружаются в лекцию. Если они будут умирать от жажды, то они это поймут сами. Да, вот водичка вот там стоит. Все, кто хочет пить япончик, прям идут и берут водичку. Потому что если вы ходите, то ситуация сразу меняется уже. Я сразу в стресс падаю и не знаю, о чем я теперь говорю. Я послушаю. Я послушаю. Я послушаю. Вы вообще, я супер просто. Нет. Давайте еще одно, еще одно. Каждый человек хочет быть счастливым. И, к сожалению, стресс разрушает это желание надолго. И есть возможности не попасть в стресс. Мы будем завтра об этом говорить. Но сегодня мы будем говорить именно о том, как это происходит вообще. Самое главное понять, чего нельзя сделать в этом мире. Первое, чего нельзя сделать, нельзя слишком сильно погружаться в счастье. Ну, то есть, если есть счастье, можешь дарить его другим. Можешь с ним делиться. Можешь как-то это использовать для своего развития. Но если человек погружается в счастье, дальше будет стресс. Ну, допустим, родился ребенок, которого ты безумно любишь, потому что он просто суперский ребенок вообще. Суперский ребенок. Дальше что будет? Ну, не обязательно. Вы понимаете, вот я почему эту тему стресса поднял, потому что, мои хорошие, это очень опасно. Он может вообще погибнуть. Или может, допустим, испортиться как-то. Может... Вот сейчас сегодня я давал консультацию. Женщина вошла в стресс. Потому что у нее... Она это уже была в возрасте. То есть, она в возрасте, ее сын в возрасте. Но сын был всегда маленькой, хорошим мальчиком. В нем произошел слом психический. И он такое начал вытворять. Ну, слава Богу, она не вошла в стресс. Но ей пришлось вот эту концепцию, что не идеальный ребенок пришлось сломать в себе. Если бы она ее не сломала, то тогда был бы стресс. Ко мне одна женщина подошла и говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж святой. Я говорю, я вас поздравляю. Она говорит, ну я грешница. Я говорю, ну вы все грешники. Мы все себя считаем грешными, а близких святыми. Это нормально. Она говорит, ну не только я себя считаю грешницей. Он тоже меня считает грешницей. Я говорю, а какие у вас отношения? Она говорит, а он ушел к другой, более возвышенной женщине. И с ней теперь живет. А у нас ребенок остался. И вот это вот и есть стресс. То есть она начала его обожествлять. Я говорю, а как вы думаете, вот возвышенные мужчины, они вообще женщин бросают или нет? Есть люди возвышенные. Какой признак возвышенности, допустим, человека? Признак того, что он верный. Правда? Это самое главное качество. Не предавать человека верность. Честность по отношению к человеку. Это самое главное качество. Честность. Я говорю, ну в чем заключается такая святость, если человек вас бросил? Она говорит, ну он не бросил. Просто он объяснил, что с грешницей жить невозможно. И я ей начал рассказывать о том, что есть Бог, есть человек. Если ты человека с Богом путаешь, тогда человек приходит стрессом. Потому что, если ты, допустим, человека с Богом путаешь, то ты льешь яд в его сердце. Который его сделает монстром. Человек сам начинает себя считать святым. Потом дальше он в твоих глазах начинает знакомиться с другой женщиной. И ты продолжаешь думать, что он святой. Понимаете? Ко мне разок подошла одна девушка, одна женщина точнее. И она говорит, она вообще меня взяла в консультацию. И мы с ней говорили полтора часа о том, о ее жизни. То есть она, ну она занялась духовной практикой. Выбрала себе в определенной традиции духовного учителя, наставника. Вот у этого духовного учителя жена, дети. Вот. И, как она говорит, так получилось. Хотя так не получается никогда. Просто так. Так получилось, что у нас с ним произошла интимная близость. И не один раз. И потом у нас родился ребенок. И она говорит, я не знаю, как теперь настроиться. У меня есть духовный учитель, он же святой. А я вот так себя неправильно вела, что он святой, начал со мной спать. Он что, растение, что ли, этот святой? Вот. Ну, то есть, понимаете, то есть, святой – это святой. Ну, то есть, он не реагирует на женщин. И духовный учитель – это тот, кто считает девушек своими дочерьми. Он не может на них смотреть, как на женщин, понимаете? Он смотрит, как на детей, как на тех, кто нуждается в заботе, но не как на удовлетворение своих чувств, на источник удовлетворения своих чувств. Никогда не смотрит. И если старший наставник смотрит все-таки на женщин именно таким образом, это значит, что он не квалифицирован давать наставления. Тем более брать ученики и девушку не квалифицирован. И мы с ней об этом говорили. Она попала в стресс серьезный, потому что она не знала, что теперь ей делать. То есть, она хочет служить Богу, думать о Боге. У нее есть духовный учитель, он ей дал инициацию, посвящение духовное. Она от него секретно имеет ребенка. У него семья, жена благочестивая, понимаете? Дети, куча учеников, которые как бы считают его очень возвышенным человеком. И ей надо понять, в какую сторону идти. То ли оглашать ситуацию и разрушать ему жизнь полностью. То ли не оглашать ситуацию и продолжать с ним строить такие отношения. Ну, то есть, ситуация сложная. Она сама не могла ее решить. И она попала в стресс серьезный. Потому что это касалось ее веры. И она не знала, вот она молиться Богу и не молиться вообще. И на что смотрит Бог. И мы с ней начали изучать тему. Оказалось, что она начала верить в него как в Бога. Вот здесь вот и была заложена проблема. Если в мужчину верить как в Бога, то любому мужчину может крышу сорвать. Когда женщина на Бога смотрит на мужчину, естественно, что это очень опасная ситуация жизненная для мужчин. Ну и вот он как бы сломался, видно. Как старший сломался. Что я ей посоветовал? Я ей посоветовал все разделить в жизни. Во-первых, разделить Бога от человека. То есть, надо продолжать молиться Богу. Найди себе другого духовного учителя, наставника. Который будет честно и порядочно с ней себя вести. То есть, понять, что у ребенка есть отец. Но этот отец, как бы он имеет такое положение в обществе, что нельзя его вскрывать. Ну то есть, если сейчас объявлять это, то это будет разрушение. Она говорит, я мечтала, чтобы у меня был сын от возвышенного человека. Я говорю, ну вот Господь вам выполнил ваши желания. Правда, такой хороший мальчик, возвышенный, очень добрый ребенок. Хороший, с высокими качествами личности. Вот. Ну то есть, она, я говорю, давайте разматывать узелок потихоньку. Первое, что вы должны сделать, вы должны отделить Бога от человека. Потому что она не могла понять, как ей теперь Богу служить, если так человек с ней себя повел. Она не могла понять, то ли она жена его, то ли не жена. Я ей объяснил, что, конечно же, не жена. Потому что у нее есть жена благочестивая. Надо ли их скрывать? Эту ситуацию ей не надо. Я объяснил, что много людей построгают. Он сам должен решить, надо к нему прийти и сказать. То есть, ты совершил грех. Вот. Это неправильно. То, что ты вот так со мной поступил. Если хочешь, сам объяви об этом. Расскайся. Если нет, то это твои будут уже проблемы. Я этого делать не буду. Нет, я не буду, как бы, скрывать ситуацию. Потому что люди, много людей пострадают. Много учеников. Это, как бы, не моя... Я женщина, простая женщина. Я поддалась, я верил тебе. Я поддалась на эту ситуацию. То есть, скрывать не надо. Жить с ним не надо. Объявлять не надо. Надо найти себе другого наставника. Молиться Богу. Победить стресс. То есть, понять, что Бог – это Бог, а человек – это человек. Что этот человек не квалифицирован быть тебе, по крайней мере, гуру. Ну, и вообще, он не квалифицирован быть гуру, если честно. Но, все равно, это рано или поздно должно вскрыться. Но, это уже его жизнь. Ну, то есть, надо ли тебе брать на себя эту ношу. Все это поднимать. Это в шум, там. Может быть, он откажется от этого всего. Опять еще один стресс. Что он откажется от твоего ребенка, там. И так далее. Вот. И она успокоилась. Постепенно начала молиться. Вышла из стресса. Нашла себе другого наставника. И у нее и штук хэпен получается. Она имеет хорошего ребенка. Вот. Нашла себе мужчину нормального, который о ней заботился. И хэпен. Ну, то есть, сложность была в чем? В том, что она в узел завязала свою веру с человеком. То есть, она не поняла, что святой – это святой. А грешник – это грешник. То есть, ей очень трудно было разобраться. Она думает, если гуру сказал постель, значит постель. Нет, мои хорошие. Так не бывает. То есть, нужно в этих вопросах разобраться. Что есть грехи. Каждый человек может быть грешником. Он совершил грех. В этом случае ты должна отвергнуть отношения с ним вот такие. То есть, и отношения супружеские ты тоже не можешь с ним иметь. Потому что у него такое положение в обществе. Что не должно это вскрываться все. Иначе у людей… Люди многие пострадают. А он должен раскаяться. Он действительно раскаялся. Потом этот человек… Начал заботиться помогать как-то им. Ну, все, в общем, закончилось хорошо. Но проблема была в том, что она не знала, как ей настроиться. И вот это и есть стресс. То есть, у нее развернутый стресс пошел. То есть, ей реально было очень тяжело жить. Она вошла в депрессию. Она не знала, что делать. Перестала молиться Богу. То есть, очень много проблем сразу. И это всегда бывает, когда у нас возникают препятствия в жизни в отношении с Богом. Допустим, одна женщина ко мне подошла и говорит, у меня и ребенок Индиго. Я говорю, что это значит? Она говорит, он особенный, он необычный. Я говорю, пожалуйста, больше ходите в храм. Думайте о Боге, молитесь и поймите, что Бог – это самое главное в жизни человека. Если вы хотите сохранить нормальные отношения со своим ребенком, то, пожалуйста, не обожествляйте его. Когда человек от кого-то начинает испытывать очень глубокие и сильные эмоции, он начинает души нечаять в человеке, растворяется в нем. Начинает чувствовать огромное счастье. Это значит, что будет дальше? Будет стресс, потому что не создавая себе кумира, как мусульмане говорят, у Бога нет собратьев, сотоварищей. Ну, то есть, вот ты как бы думаешь, что твой муж, он как Бог. У Бога нет сотоварищей. То есть, если ты создавая себе кумира, значит, получишь стресс и все. Больше нет вариантов, никакого исхода из этой ситуации не будет другого. Или, допустим, бывает, что человек очень сильно влюбляется в свою работу, начинает обожать работу, без нее не видит смысла жизни, значит, стресс будет там. Вот где бы человек не ослеп, в каком бы направлении, там будет стресс. Потому что только таким образом Бог помогает человеку выстроить правильное направление своей жизни. Нет? Другого способа нет? Как вот человек вывести в правильное направление? Как его, ну, как бы привести в чувство? Так, разобрались, да? Мы сейчас причины стресса изучаем с вами. Теперь смотрите, допустим, идет война, убивает твоего близкого человека. Допустим, у человека три варианта есть всего, три варианта. И он не знает, что у него есть три варианта. Первый вариант – это сильно молиться Богу, чтобы в сердце сохранилась доброта ко всем людям. И тогда он не попадет в стресс. Он просто, ну, будет переживать, но выживет как-то. Второй вариант – это войти в состояние праведного гнева. Есть такой праведный гнев, когда ты за это ответишь, вы за это ответите. То есть, тогда в этом случае человек, как мотылек, летит на огонь. Ну, то есть, другими словами, ну, может быть и надо там, допустим, воин должен сражаться там. Ну, понимаете, допустим, женщина потеряла мужа, она в праведного гнева входит в состояние. Ну, а что она, пойдет автомат пройти, что ли, стрелять? Или что она будет делать? Что она будет делать? Да, но это не ненависть, это другое. Это желание справедливости, желание справедливости. То есть, это опасное желание, оно является благородным, потому что есть три состояния сознания, когда приходит жестокая судьба. Первое состояние – это сознание Бога называется. Когда человек в сознании Бога находится, он остается добрым, даже когда на фоне родственных страданий. Мы знаем примеры Серафима Саровского, которого ударили там по спине. Иисус Христос, который нес свой крест, он что, на кого-то злился? И не уплевали там, кидали кирпичи, он злился на кого-то? Нет. Вот. Мы знаем примеры доброты. Доброта от сознания Бога. То есть, если человек в сознании Бога находится, не в своем сознании, человек не может это выдержать. Это сознание Бога означает сильная память о Боге. И Бог дает человеку силу по-доброму реагировать на жестокость, на такую разрушительную силу судьбы. Второй состояние – человек сам судит. Как говорят – не суди, судим не будешь. Человек сам начинает судить, и он начинает впадать в состояние желания доказать правду. Это праведный гнев такой. И воины, которые в праведном гневе находятся, они когда погибают, идут в рай. Бог говорит – ну нормально, молодец, доблестно сражался. Вот. Но праведный гнев – это состояние очень опасное. Потому что оно постепенно превращается в ненависть. А вот ненависть – это уже чистейшая дорога в ад. Когда человек… И знаете, допустим, у горцев там у некоторых такие традиции называются кровная месть. Ну то есть, кто-то кому-то там плохо сделал, и потом всех этих родственников этого человека убивают, убивают, убивают. Даже тех, которые вообще как бы с новым духом не знают о том, что там вообще произошло. Это уже много поколений прошло, и все равно, если встречаешь вот этого человека, надо его убить. Понимаете? Это называется ненависть. И вот ненависть – это стресс. Это состояние хронического стресса. То есть, человек теряет себя. Иногда состояние хронического стресса – это тоже апатия, депрессия, разбитость внутренняя, потерянность, нежелание жить. Когда человек находится в разочаровании глубоком от жизни, от жизни, от своей. Это все стрессовые состояния. Все они означают, что человек не знает, что есть защита. Какая по природе? Молодая, всегда, вечно молодая. Человек душой стариком стал. Почему? Потому что он не знает ценности человеческой жизни, смысла не знает. Он не понимает, зачем вообще нужна жизнь. Человек, если думает, если он не получил то, что он хотел, мечтал, значит, нет смысла жить. И он считает уже себя стариком. Все это означает сломанная жизнь. Сломанная. И сломанная жизнь всегда, душа всегда питается от Бога. Вот когда человек ложится, знаете, чем он занимается? Он говорит, я выспался. Что значит выспался? Метеры, не знаю. Вы когда машину, у вас электрические машины же, да? В основном. Вы машину, когда на ночь ставите, вы что делаете? Электрическую. А? Включаете под зарядку, да? А вы знаете, что когда человек спать ложится и заходит в глубокий сон, он в это время заряжается от Бога. Значит, что есть Господь в сердце каждого человека, есть присутствие Бога. Когда человек глубокий сон, он как сисью сосет, понимаете? Каждый человек энергию Господа, вот эту энергию чистоты, любви. Он в это время ничего не помнит, ничего не знает. Но в это время он просыпается и отдохнул. Знаете, что такое стресс? У человека пропадает глубокий сон. Он не может уже глубоко спать и не может сисью Бога сосать. Он не может высыпаться. Также есть еще природа. Когда человек попадает в стресс, он теряет контакт с природой. Есть еще добрые люди. Когда человек попадает в стресс, он не чувствует любовь от людей. Тогда сразу возникает вопрос, а что же такое стресс вообще? Почему человек ничего не чувствует, ничего не понимает? Почему так происходит? В чем причина? Можно так сказать. Причина? Да, обрезали, да. В этом мире Господь всегда выполняет все наши желания. Все абсолютно. И поэтому надо очень внимательно следить за своими желаниями. Если человек реально решил, что ему не нужна эта жизнь, то это называется стресс. Вот как только это решение пришло, ты чувствуешь, ну мне тогда, если мне вот этого не дают, значит мне тогда вот эта жизнь не нужна. Как только ты так подумал, с этого момента тебе обрезаются все источники получения энергии. У человека есть три источника получения энергии всего, кроме пищи. Это природа, она дает человеку хорошее настроение, радость, силы. Это природа. Второй источник – добрые люди. Это социальные связи наши все. Возможность замуж выйти, возможность на работу устроиться, возможность иметь высокое положение в обществе, возможность общаться с детьми и с родителями. Все это поддерживается энергией людей. Это называется социальная сила человека. Если человек любит людей, у него есть разные виды любви людей, в зависимости от вида любви у него получается там сильная позиция. Например, если женщина обожает вот заботиться о людях, у него будет вот такая семья. Если мужчина обожает работать, значит у него будет отличная работа. Если человек уважает старших, у него будет высокое положение в обществе. Особенно если он выражает правительство, ту страну, в которой он живет, у него тогда сразу статус в обществе повышается. Если человек уважает в целом младших, их интересы, желания, тогда у него будут прекрасные воспитанные дети. Может быть даже будут работники на работе его уважать. Ну то есть это называется связи, ниточки, связи социальной силы человека. И есть еще сила, связанная с Богом. Это называется удача. Когда человек верит в Бога, то он не может быть сломлен в этом мире. Ломается человек, когда ломается его вера, что он сможет справиться. Как пока вера остается, остается связь вот эта нить с Господом. Эта нить вытягивает человека из любой тяжелейшей ситуации в жизни. И поэтому что такое молитва? Молитва это когда ты постоянно доказываешь Господу, что ты продолжаешь верить в Него. Что твоя связь с Ним неразрушима. Неразрушима. И тогда любая ситуация в жизни выравнивается. Потому что есть судьба и есть милость. И милость она сильнее судьбы. Судьба это всего лишь экзамены. А милость это энергия Бога, выше которой нет в этом мире. Потому что Господь всем управляет. Поэтому стресс всегда означает, что у человека не хватает веры. Не бывает у верующих людей, у очень возвышенных людей, не бывает стресса. В Ведах в Священных Писаниях говорится, что священный мудрец, возвышенный мудрец, он всегда самодостаточный, удовлетворен в жизни. У него разум не выходит из равновесия. Он одинаково по-доброму относится ко всем. Он не разочаровывается, не входит в состояние апатии, не падает духом. Понимаете? То есть это все означает связь с Богом, связь с Богом, связь с Богом. Когда связь с Богом очень чистая, светлая, человек хватает сил справиться с любой трудностью. Стресс означает, что человек сам, как Вы правильно сказали, обрезает себе ножницами своих желаний, обрезает себе желание жить. Что такое стресс? Это вид самоубийства. Допустим, является ли стрессом вот такое вот состояние, когда человек попадает в зависимость от алкоголя? Это стресс или нет, как Вы думаете? Это вид самоубийства, а значит стресс. Ну, то есть, внешне кажется, что человек не в стрессе, он балдеет, ему хорошо. Но внутри он просто отказался своими силами побеждать сложности и он, как бы, он на самом деле просто не хочет жить. И поэтому пьет, пьет, пьет. Сейчас писем включу. Сейчас будем изучать. вот это стресс или не стресс. О, опять интернет у меня пропал. У вас, наверное, сеть эта замерзла. Мне, кстати, не включили компьютер, может из-за этого надо розетку мне включить, компьютер. Да, просто сам компьютер отключается, наверное, из-за того что я не использую сеть. Вам не скучно? Интересно? Как? Не очень стресс, и вы сейчас не очень стрессе. А потом, когда будете стрессе, будет уже поздно. Это очень важная тема, она дает возможность в жизни своей. Вы сейчас очень много вещей, решите вопросы, поймите. Вы, допустим, сейчас в стрессе, а если попадает в стресс ваш родственник, что будете делать? А вот это как вы окажете? Вы не знаете, что делать. А надо изучать вот это все. Надо разобраться, что за состояние, почему оно возникает. Ко мне каждый день, когда я читаю лекции, обращаются с такими вопросами. Олег Геннадьевич, у меня дочка не хочет ничего воспринимать. Вчера в Таллине ко мне женщина подошла и говорит, у меня отличная дочка, хорошая. Она не хочет ничего воспринимать. Она полностью отрезана от людей, находится одна дома, не хочет никуда ходить. Вот. Сегодня тоже похожий немножко уже запрос был с намеком на возможность войти в стресс ребенка. Вот. Эта ситуация рядом с нами вот так висит. И мы должны очень глубоко в ней разобраться. Приведу пример. У меня у одного знакомого дочка училась хорошо в школе. И неожиданно она начала плохо учиться. И учителя начали ругать, что она связалась с другими детьми, что она такая-сякая. Вот девочка перестала нормально учить уроки, стала замкнутой, уединилась. Когда ко мне обратились родители, мои знакомые, то я поставил ей такую как бы ситуацию, диагноз, что она находится в состоянии очень плохого периода жизни. И на грани, психика на грани сломана. Понимаете, есть когда разум ломается, а есть когда ум ломается. Ум это психический каркас человека. Если он ломается, возникает психическое заболевание. А разум, когда ломается, это и есть стресс. И я объяснил, что если эта девочка будет ходить в школу, то она попадет в психушку буквально через два месяца. И родители были в недоумении. Я говорю, если вы мне не верите, психиатру ее сводите. Они сводились в психиатру. Психиатр сказал, что если этот ребенок будет продолжать сейчас ходить в школу, то он попадет в психушку, а потом вы его оттуда не вытащите. Родители на год отложили обучение. Начали заниматься здоровьем ребенка. Ребенок восстановился, потом выучился в школе и все оказалось хэппи-эн. Но если бы родители не обратились, если бы они думали, что ребенок просто не хочет учиться, продолжали бы его заставлять учиться, требовать от него того, что он не может сделать, ребенок бы всю жизнь жил в домике неизвестного архитектора, где двери открываются только с одной стороны. Понимаете? По этому тему надо изучать. Разобраться, как выглядит стресс. Что происходит с человеком, когда он попадает в него. Что значит крылья исчезают в полночь? Когда человек выпивает, то есть такие веселящие духи, это тонкие сущности, невидимые. И человек, когда выпивает, он берет наслаждение взамен на волю. То есть у человека воля дана для того, чтобы самому себя сделать счастливым. Но человек сам себя счастливым делать не хочет. Он просто берет, выпивает и становится счастливым. Ну, то есть он не хочет работать над собой, не хочет меняться. Он хочет просто, чтобы все было проще. Да? Ну, допустим, у человека просто плохое настроение он выпил. Это одно. А если он попадает в плохой период жизни, а это тяжелая ситуация внутренняя на много месяцев, это не на один день, тогда наступает полночь жизни или запой. И крылышки у человека исчезают. Почему? Потому что он уже из этого состояния вырваться не сможет. У него формируются психические блоки, которые потом дальше не дают ему вообще без спиртного не прожить ни дня. И это называется алкоголизм уже. Понимаете? А все началось просто на празднике, все нормально. Потом человек думает, а что париться, если мне плохо, я выпил. А потом дальше плохой период и все, и крылья исчезают. Человек теряет возможность вообще нормально воспринимать мир. Это называется стресс. Почему? Потому что человек теряет жизненную нить. Он не понимает, как дальше жить. Это стресс. То есть стресс по-разному может выглядеть. Может, допустим, человек начинает пить или наркотики употреблять. То есть стрессовое состояние. Просто есть стрессовое состояние, в котором человек терпит ситуацию. А есть стрессовое состояние, в котором человек не терпит ситуацию. И, допустим, вот человека, который выпивает, не терпит ситуацию. Он теряет совесть, перестает работать, перестает уважать близких. Что с ним делать? Люди не знают. Люди не знают, что проблема заключается в том, что у человека нет цели жизни. Вот знаете, что такое цель жизни? Это как... Ну, я сейчас вам, чтобы не сильно вы так уже напрягались. А то вы меня ждали, а то я вас пугаю. Вот. Сейчас расскажу анекдот. Вот. Папа Карло сделал буратино. Ну, и как бы он его так сделал, что у него болт на носу. И Мальвина думает, что-то некрасивое. Взяла, отвернула болт, ноги отвалились. Смешно мне это? Хорошо. Я понял, что не сильно смешно, но не важно. Важно то, что... Важно то, что есть цель жизни у человека. Цель жизни это как болт на носу. Если ее отвернуть, то ноги отваливаются. То есть, человек не может нормально жить. Но цель жизни это такая настройка внутренняя, которая человека, ну, собирает. Это точка сборки человека. Вот человек разбирается. Все, у него не только ноги, все отваливается. Если пропадает цель жизни. И вот с целью жизни надо быть очень осторожным. Потому что есть спонтанные цели жизни. А есть сформированные. И вот, допустим, какие спонтанные цели жизни? Вот люди попадают в ловушки, даже сами не понимают. Вот какой... Что может быть спонтанной целью жизни? Ну, давайте. Вот спонтанно означает, так получилось. Что может быть спонтанной целью жизни? Ребенок может быть. Ребенок родился. Все. Мы живем для ребенка. Ты слышал мужу? Он говорит, слышал. Все для ребенка. Одна подружка моей мамы, когда я пришел к ней домой, она говорит, Олежек, яблочко хочешь? Я говорю, да. Она говорит, кушай, а то муж придет и яблочко пропадет. Знаете, что это значит? Это значит, я даже уже... Мне не надо даже рассказывать, что дальше с мужем. Я же даже в детстве уже понимал. Я говорю, у вас как муж себя чувствует? Она говорит, я не знаю, постоянно пьет. Все ясно. Человек потерянный, брошенный. То есть, он никому не нужен. Ну, как бы, о нем не заботятся. Почему? Потому что фокус у женщины на детях. То есть, она не живет для семьи, для... Она живет для детей. Это ее фокус жизни. Все для детей. Значит, тогда муж будет, до свидания. Все. А потом, дальше, ребенок тебе тоже скажет, что интересненькое в жизни. Когда он возьмет, тебя пьет под зал тоже. Потому что все для него же в жизни, не для мамы. Вот. И это проблема. Дальше. Точка сборки. Куда может уйти? Ты все занимаешься подключением? Тут оказалось не так просто, да? Опять у меня, кстати, это... Из-за, наверное, нет сети, а интернет поэтому пропадает. Опять. Ладно, сейчас мы наладим эту тему. Да нет, это просто потому что сети не было и он постоянно выключался. Я думаю, что нормально теперь будет все. Теперь нормально будет все сеть. А у меня, кстати, не появилась сеть. Слышишь, Игорь? Не появилась. Там есть контакт. Точно? Ты уверен? Расдача идет. Не, расдача идет. Все нормально. Я уже это включился. Сети нету этого. В общем, все нормально. У меня всегда так, да. Все хорошо, идем ко дну. Вот как его, лом. Помощник лом. Ох. Все, пошла отселить все нормально. Итак. Девушка. Хорошенькая такая, красивенькая, худенькая такая. Добрая. Втрюхался по уши. Дальше что будет? То есть, он жизненную нить свою направил на нее, понимаете? Это не просто влюбленность. Это называется любовь-вера. Когда любовь-вера, то все тогда с уши весла. И всю жизнь счастлива жить с ним. Можно? Можно, если ты любишь Бога. Что такое любовь к человеку? Вот ты любишь Бога и отдаешь ему, служишь ему всю жизнь. Радуешься ему. А если ты что-то ждешь от него, то это ожидание бывает разной степени. Вот когда степень становится такой, что человек не может минуту прожить без другого человека. Постоянно думает о нем, вспоминает, без него как бы не видит своей жизни, своего существования, то это называется любовь-вера. Полная зависимость психическая от человека. И эта полная зависимость от человека приводит к чему? К стрессу. Потому что человек столько отдавать не может, понимаете? Он устает. Вот поднимите руку, кого так влюбили, что вы не выдержали и бросили. Вы понимаете, о чем я говорю. Ну, то есть невозможно с человеком быть, находиться. Он просто... Я хочу быть с тобой. Вот и все. Ну, как это? Невозможно. То есть человек можно с ума сойти рядом с таким человеком. Вот постоянно. Я, наверное... Один раз на лекцию приехал, ну везде встречают по-доброму, людей добрые везде. Один раз на лекцию приехал и одна женщина бежит ко мне. Ор брянь! Я так думал, надо так текаться отсюда. Я испугался прямо очень сильно, такое состояние зависимости там просто, и это может обернуться тем, что сначала Олег Геннадьевич самый дорогой, потом на меня не обратил внимания самый плохой, я поэтому и конфетки тут, и апельсины, и цветы, и все, что правда, не дай бог, что не так. 30 лет уже лекции читали, уже всякое было. Вот, то есть стресс это когда настройка человека, высшая цель жизни поставлена спонтанно. И поэтому никогда не нужно позволять своей психике уходить в бесконечное счастье. Бесконечное счастье в этой жизни, это очень опасная вещь. Нужно, чтобы счастье было под контролем добрых дел, служения Богу, заботы о других. Расслабляться здесь не надо, не надо в этом мире. Я сейчас изучаю тему, Бог мне дал такую возможность чувствовать в прошлой жизни людей, я эту возможность использую для того, чтобы глубоко понять человеческую природу. Я изучаю тему безответной любви, когда человек долго, может быть 20 лет любит человека и не может отвязаться от него. Такие ситуации бывают, поднимите руку, у кого так очень долго была такая безответная любовь и не знали, что вам сделать в жизни. У вас была такая безответная любовь, еще у кого вас была. Я уходу в интернете. А? Я уходу в интернете. Ну вот у нас есть здесь даже люди без подруг. Вот. Давайте сейчас разберемся в этом вопросе. Вот смотрите. Вот возьмем вашу конкретную ситуацию. В позапрошлой жизни вы жили в раю. В раю на высших планетах. И вы жили там примерно 350 лет. Вот там долго живут. Не так, как здесь. И из них примерно 130 лет, ну не долго, 350 можно было и больше. Но достаточно долго. 130 лет примерно вы жили с одним человеком. И поймите, там в раю в основном не бывает ссор каких-то семейных. Там все идеально подходят друг другу. Потому что это высшие планеты. Там счастье все должны испытывать. И вы в прошлой жизни очень сильно страдали от одиночества. Очень сильно. То есть вы просто буквально пол жизни вспоминали как бы этого человека. Как вот это вспоминание происходит. Ты ищешь этого человека. Вот ты уже из рая-то ушел. Там ты уже не в раю. Ты ищешь. И находишь похожего. Ну как бы есть же многие похожие друг на друга. И там-то ангелы. Но люди могут быть на них тоже похожи. И вы в прошлой жизни нашли похожего человека. С ним ничего не получилось в жизни. Вы влюбились в него. Страдали. И в этой жизни это повторилось. Но не так как в прошлой жизни. Почти всю жизнь. А в этой жизни это повторилось где-то. Насколько я понимаю это 26-27 лет. У вас вот где-то с юности там наверное лет с 14-15 да. Эта влюбленность появилась. И вы страдали лет 10 наверное. Вот так вот помнили. А потом вы вырвались из этого состояния. И сейчас уже у вас все ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы смотрите справиться за две жизни. Вот представьте себе как опасно погружаться в это бесконечное счастье любви к человеку. Особенно там в раю. Я вот таких вот случаев кучу уже изучил. Просмотрел людей. И это просто вообще ужас просто. Понимаете. Если Бог не на первом месте, а человек встает туда. То это так тяжело потом. Понимаете. Так тяжело с этим справиться. Это такую жизнь становится просто невозможно передать словами. Как человек себя чувствует. Это можно только Муслим Магомаем слушать. Потому что у него 80% песен. Они все на эту тему. Тему вот этой вот безответной любви. Видно он испытал это в своей жизни сильно. И он поэтому вот так поет очень с душой на эту тему. Это стресс тоже. Это стресс. Но он не воспринимается как разрушение жизни. А просто он. Вот цель есть у тебя цель в жизни. И ты не знаешь что с ней делать. Уже тебе не хочется как есть такая песня. Как жажду средь мрачных равнин. Жажду. Измену забыть. И любовь. Жажду забыть уже. Но память. Мой злой властелин. Все будет. 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 Минувшая вновь. Имщик. Не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. Почему не гони лошадей. Потому что незачем жить человеку. Вот это и есть стресс. Понимаете. То есть если человек не смог сам сформировать высшую цель жизни. Это надо делать сознательно. Надо учиться молитве. Учиться думать о Боге. Учиться искать людей. Которые уже сделали высшей целью жизни Бога. Понимаете. Тогда в этом случае человек реально никогда в стресс не попадет. Любит. Причем даже если человек природу любит. Это мать. Природа это мать. Он тоже не попадет в стресс. Просто это не самая высшая любовь. Есть энергии Бога. А есть сам Господь. Например если человек любит людей. Он тоже в стресс не попадет. Потому что одно дело. Одного человека любить. А другое дело. Просто любить человечество. Это высшее. Ну как бы. Господь дает женщинам доброту. Нежность. Красоту. И так далее. Божественное качество. Если ты божественное качество. Всех людей любишь. И мужчин. И женщин. Ты тоже в стресс не попадешь. Но это не высшее проявление Бога. Потому что высшее проявление Бога. Это личность. Личность. И человек по-настоящему может любить только личность. Природу можно любить. Она тебе дает спасение. Мы об этом будем говорить. Людей можно любить. Они дают тебе облегчение. Но любовь настоящая идет только к личности. И когда мы личность человека с личностью Бога путаем. Вот тогда начинаются проблемы. В саде любви к Богу. Когда Бог в сердце живет как мелодия. Человек не может о нем забыть. Он помнит. Помнит. Помнит постоянно. Это святость. И любит. Испытывает счастье. Любовь. Это отношение с Богом. Вот именно это мы и ищем в жизни. Вы знаете. Каждый человек в жизни. Когда он идет по улице даже. Он когда осматривается в глаза прохожих. Что мы ищем? Мы смотрим на людей. Мы что-то ищем. Да? Мы ищем наверное такого человека. Который мне очень понравился. Так? Ну зачем мы смотрим на людей? Вы не задумались? Зачем мы смотрим на всех кто встречается? Мы смотрим на людей. Мы что-то ищем. Да? Нет? И на кого не смотрят? А кто ищет? Кто смотрит? Вот есть. Замечал за собой такой. Есть такие люди? Кто-то смотрит. Кто-то ищет. А? Какой-то интерес есть. Интерес. Интерес. Изучение. Мы ищем Бога на самом деле. Потому что каждая личность, которую мы встречаем, она вызывает интерес. И этот интерес означает, мы ищем Бога. И вот это состояние, даже капелька от этого состояния в отношении с Богом, если человек испытывает каплю этого состояния, он не может уже оторваться. Он просто в нее погружается, в эту каплю и ей живет. Такая путаница, понимаете, человека с Богом приводит к очень большим проблемам в жизни. Но вот это именно любовь, вот такая вот любовь глубокая, когда она тянется вот так вот, она каждому человеку нужна. Мы просто не знаем, что эта любовь на самом деле не отношение с человеком. Мы не понимаем, что это с Богом отношение. И мы ищем в людях постоянно эту любовь. И когда находим эту капельку, потом еще хуже становится. В человеке, когда находим, еще хуже становится. Это с Богом отношения. Должение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...